МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале НИКОПЛЮС время новостей. В студии Дмитрий Николаев. Здравствуйте. Врач сказал, что был контакт с открытой формой туберкулеза. Жители Соломиного паникуют. По микрорайону спокойно передвигаются пациенты противотуберкулезного диспансера. Кто в ответе за здоровье? Рассматриваются вопросы о увеличении кратности уборки набережной. Визитная карточка Петрозаводска истерлась до дыр, но их засыплют. Что еще сделают для благоустройства набережной? Недавно я окончила школу с золотой медалью и надеюсь на достойное поступление. А до поступления в университет вчерашняя школьница стала мисс Бикини. Поможет ли опыт на экзамене? Карелия полетела. Сегодня утром из аэропорта Петрозаводска в воздух поднялся Ан-28 и отправился в Петербург. Начало этого сообщения ждали долго. Дело продвигалось непросто, но в этом году Карелия приобрела два самолета, которые, по словам чиновников, помогут возродить в республике некогда утраченное понятие авиации. Авиацию начали возрождать со скандала. Более чем за 30 миллионов рублей Карелия приобрела два немолодых уже борта Ан-28. Первыми подали голос пожарные десантники. Вместо бесполезных, по их мнению, самолетов нужно было купить вертолеты Ми-8 для тушения лесных пожаров. Поднятая шумиха не оставила в стороне карельское отделение антимонопольной службы. Они уже возбудили дело в отношении Министерства экономического развития Карелии. Главная претензия – самолеты купили без конкурса, что грубо нарушает закон. Плотно за дело проверяющие обещают взяться уже в августе этого года. Но и это не все. Наблюдатели уверяли, что для начала полетов руководство компании не предоставило в Росавиацию необходимые документы. Однако, как выяснилось, в последний момент вопрос уладили. Но в той же Росавиации сообщили сенсационную, по сути, новость. Уже со следующего года по новым правилам воздушные суда типа Ан-28 должны будут оснащены совершенно новым оборудованием, приборами, которые сделают полеты более безопасными. Эта аппаратура, по словам специалистов, может стоить столько же, сколько поддержаны Ан-28, то есть 13-15 миллионов рублей. Куда и на чем полетим или не полетим в будущем году, республиканские чиновники пока не сообщают. Сегодня в Карелии на тысячу мужчин приходится 1200 женщин. За минувший год республика пополнилась почти на 8 тысяч жителей. Постепенно снижается число абортов и смертность, в том числе детская. Однако есть у нас проблемы, пока еще не решенные. О том, чем болеют жители Карелии, говорили сегодня в правительстве. Сегодня в Карелии сомнительную пальму первенства смертельных заболеваний делят сердечно-сосудистые и онкологические. С выявлением и лечением злокачественных образований в республике дело обстоит совсем плохо. Последние 10 лет число заболевших только растет. Рак желудка, дыхательных путей и рак груди у женщин – самые распространенные формы заболевания. На учете в онкодиспансере состоит 15 тысяч жителей Карелии, и только 8 из них проживут 5 и больше лет. Все чаще заболевают дети и трудоспособное население. И этому есть объяснение, говорит главный врач онкологического диспансера. Недостаточное количество выявлений на медицинских профилактических осмотрах. Несколько охромает уровень профилактических мероприятий, направленных именно на профилактику онкологических заболеваний. Имеются недостатки и в организации качестве оказания медицинской помощи онкологическим больным. Это отсутствие врачей-онкологов в части районов республики, закрытие смотровых кабинетов в предыдущие годы на уровне центральных районных больниц и низкая онкологическая настороженность врачей общей лечебной сети. Этим занимается Карельский Минздрав. В университетские программы будущих медиков уже включен курс онкологической диагностики. Кроме того, в республиканских больницах недостаточная материально-техническая база, а также нехватка лекарств, продлевающих больным жизнь. Помочь решить эти проблемы призвана федеральная программа «Онкология», уже работающая в некоторых городах России. Карелия вступит в нее в 2013 году. Микрорайон Соломино, как сплошная болевая точка города. Там то нет тепла зимой, то воды летом. Там же располагается республиканский противотуберкулезный диспансер. Местные жители крайне недовольны соседством. С пациентами медучреждений им приходится ходить по одним улицам и посещать одни и те же магазины. К тому же, как говорят, больные туберкулезом взяли за правило распивать спиртное на территории школы. Жалобы небольных людей выслушала Анастасия Зайцева. Это уже не первый своеобразный митинг жителей Соломинова, которые опасаются за свое здоровье и здоровье своих детей. Больные туберкулезом люди самовольно выходят из диспансера погулять. И угадать, заразен этот человек или нет, просто невозможно. У меня сыну 6 лет. Делали в школе манту, в садике точнее, и показал положительный результат. Мы три месяца пили таблетки, и врач сказал, что был контакт с открытой формой туберкулеза. Маску в огороде найти на грядке тоже это очень неприятное известие. Мы выращиваем как будто бы для наших детей экологически чистое, а тут, пожалуйста, нам такие пакости делают. Пациенты противотуберкулезного диспансера спокойно гуляют там, где им вздумается, частенько распивая спиртное на территории школы или детского сада. И, по словам местных жителей, ведут себя очень странно. Я пришла в магазин в семью, тоже хлеб выбирать. Стоит мужчина в тапочках, такие штаны больничные. Он развернул этот столичный хлеб, кнопочку отодвинул, понюхал, посмотрел, закрутил, снова положил. Ну куда это годится? Я ушла с этого магазина в другой. Жители Соломиного, работающие в диспансере, признаются, что больные с открытой формой туберкулеза тоже выходят на прогулки в район. Они понимают, что уследить за каждым пациентом практически невозможно. И обещали, что там лавку им сделают. Сделают типа режимные. Ворота там отремонтировали. Будут там, милиция вроде как стоит, охраняет. Все остается по-прежнему. Посторонний вход въезд строго воспрещен. Однако ворота здесь открыты практически в любое время суток. Нам с оператором не составило никакой сложности пройти на территорию республиканского диспансера. Просто потому, что здесь нет никакой охраны. Разве что вот это собачье семейство. Правда, вряд ли оно может кого-то напугать. Местные любимцы привыкли к людям и доверяют им. Медики объясняют, что это учреждение не режимный объект. Закрыть все входы и выходы нельзя. Иначе нарушение прав человека. С 17 часов и до 9 утра у нас охрана. Она делает обход территории. Ну то есть то, что мы вот так спокойно к вам зашли сюда, на территорию, это ничего страшного? Ничего страшного. Конечно, ничего страшного. Туберкулез это же не чума. Врачи заверяют, что пациенты, опасные для общества, заперты в отдельных блоках на верхних этажах. А по району бродят только те, кто заразить никого не может. Впрочем, признают, что возможны и побеги из больницы зараженных людей. Но наши больные, это социальные больные, не доказать ничего. Люди, которые пришли из тюрьмы, что мы хотим от них. Контингенты, правда, не подарок. В основе своей это хронические алкоголики и бывшие заключенные. Всего 120 человек. Справиться с ними довольно сложно. Проблема в том, говорят врачи, что российским законодательством не предусмотрены больницы закрытого типа, похожие на тюрьму, за колючей проволокой, где люди сначала вылечиваются, а потом отправляются во свояся. Анастасия Зайцева, Ярослав Березин, телеканал НИК+. Жители 70 частных домов в Соломеном по-прежнему остаются без летнего водопровода. В изнуряющую жару некоторым из них приходится ходить за водой для поливки огородов за полкилометра и больше. И это с учетом того, что большинство обитателей микрорайона – пенсионеры. Летний водопровод в Соломеном отключили месяц назад. Раньше воду к домам подавал местный лесозавод, брал с населения деньги, народ исправно платил. Но выяснилось, что тарифы никто не утвердил. Завод оштрафовали и запретили временно продавать воду населению. В итоге сотни человек остались без летнего водопровода. Случись пожар, загорится сухая трава, тушить нечем. В минувшее воскресенье один дом уже едва не сгорел, спасли пожарные. Ситуация в Соломеном, похоже, волнует только средства массовой информации. Правда, по нашим данным, после выхода в эфир нашего сюжета о Соломеном, руководство лесозавода пообещало населению вообще никогда не подавать воду в жилой сектор за то, что подали голос. Так, говорят жители Соломенова, на глазах у местных властей свою власть устанавливают приезжие предприниматели. Реакция администрации на ситуацию в Соломеном нам неизвестна. Зато та же администрация Петрозаводского городского округа отреагировала на провал в центре. Дыры на набережной власти города заметили и устраняют, а мусор обещают убирать чаще. По словам председателя комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Вячеслава Кремнева, дыры на набережной уже засыпали, но из-за плачевного состояния берега укрепления асфальт промывает и дыры образуются снова и снова. Однако еще в 2009 году был разработан проект по береговому укреплению. Тогда денег в бюджете не нашлось. К 2012-му они обещают появиться и, быть может, тогда проблемы с дырами и сами дыры исчезнут. А на текущий год администрация особо не разгоняется. И о дальнейшем благоустройстве набережной сообщает скромно. В текущем году для улучшения внешнего вида набережной уже объявлен конкурс по благоустройству сквера у памятника Петра Первого. Также рассматриваются вопросы о увеличении кратности уборки набережной. Ведется работа с точками общепита, которые находятся у нас, места торговли, которые тоже должны принимать по условиям договора размещения на этой земле участие в уборке. То есть работа по уборке с ними также ведется. Мини-бикини-2011. Сразу после небольшой рекламы. Меня зовут Ольга Юрьевна, я директор АНО «Школы Радости». В этом году служба занятости на нас вышла и рассказала о федеральной программе по трудоустройству незанятых родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Служба занятости нашла нам такого замечательного специалиста, помогла нам с приобретением оборудования для мини-типографии. На самом деле есть очень много видов деятельности, которые мама могла бы делать в свободное время. Обращайтесь в службу занятости, и они обязательно отправят вас к работодателю, который вас очень-очень ждет. Клиника «Дента Плюс» проводит точные медицинские исследования на цифровом стоматологическом 3D-томографе. 3D-томография позволяет доктору и пациенту увидеть суть проблемы и найти ее решение. Стоматология «Дента Плюс». Здоровье на долгие годы. Компания «Экоокна» – крупнейший в Карелии производитель современных деревянных окон со стеклопакетами. Трехслойный клейный брус, финские лакокрасочные материалы и австрийская фурнитура. Надежно, удобно, престижно. Компания «Экоокна». В свой юбилейный 20-й сезон туристическая компания «Тапиола» дарит всем, купившим путевку, подарок. В нашем городе чисткой суставов успешно занимается Костная клиника. Уникальные лечебные процедуры снимают боль, способствуют устранению солевых отложений, помогают сохранить суставы молодыми и подвижными. Костная клиника. Улица Лизы Чайкина, 5. Телефон 765376. Хотите квартиру в новом доме? Пожалуйста. Так просто! С СФК «ТА». Внимание у деловых людей. Новые интересные приложения от строительно-финансовой компании. Подробности в нашем уютном офисе. Новая жизнь в новой квартире от строительно-финансовой компании. Вы смотрите новости телеканала Ника Плюс. Мы продолжаем наш выпуск. Вторая. Жарко, как выясняется, половина лета начиналась с дождя. Но это не помешало 11 девушкам в купальниках собрать на площади Кирова более 300 человек. Кроме внимания, победительница конкурса «Мисс Бикини» получила еще и 10 тысяч рублей. «Молчи! Молчи! О том, я тебя прошу!» «Друзья, когда еще для вас будут собирать эти шары с ней?» «Я бы не советовал вам ломать их, друзья!» «И тут девка третьего курса лесоинженерного факультета Петер Гру. Любит слушать музыку, печь и танцевать». «Не просто молодцы. Я бы, честно говоря, никогда не смог здесь стоять в купальнике». «Я тебе даже не могу объяснить, почему?» «Мне сложно, да, вообще это представить, на холоде, при этом, чтобы еще на мне какие-то рисовали чужие люди, да, ну уж». «Мисс Бикини Петрозаводск-2011» становится участницей под номером 7 Егорова Татьяна. «Ваши турни, мой свет, добрый лет!» «Я кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. В прошлом я этому спорту посвятила очень много лет. Недавно я окончила школу с золотой медалью и надеюсь на достойное поступление». «Наши новости доступны в интернете по адресу никодефисmedia.ru. Вас еще ждет «Глаз народа», а у меня, Дмитрия Николаева, на сегодня все. До свидания». Читайте в свежем номере газеты «Петрозаводск» в четверг, 14 июля. Тополя крушат машины. В Петрозаводске больше 10 тысяч аварийных деревьев. Можно ли уже лакомиться арбузами? Полосатая ягода появилась на прилавках, но покупать ее не стоит. У нас снимается большое кино. Известный немецкий режиссер превратил Карелию в Сибирь, а петрозаводчан в артистов. А также самые интересные городские новости, полная программа телепередач, прогноз погоды, афиша городских событий, полный гороскоп, полезные советы и конкурсы с призами. Все это в свежем номере газеты «Петрозаводск». Союз инвалидов в Карелии существует с 1993 года. Здесь у нас работают и глухонемые, здесь есть и опорники, и сердечники. С прошлого года служба занятости стала финансировать создание специализированных рабочих мест для инвалидов. Закупили швейные машинки, закупили специальные мобильные стулья, закупили специальный инструмент. Благодаря вот этой программе к тем инвалидам, которые уже у нас работали, добавились еще 4 инвалида. Стоматологическая клиника «Лайт». Добро пожаловать в мир безмятежного спокойствия. Расслабьтесь и приятного отдыха. Стоматологическая клиника «Лайт». Набережная Варкулса, 25. Телефон 7092-92. Кредиты наличными. Руславбанк. Минимум документов – быстрое оформление. Оформи заявку по телефону 79-28-53-78-53-69. Установка окон от компании «Век Стеклов» доставит вам истинное наслаждение. Компания «Век Стеклов». Телефон 702-302. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры, бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Свайные фундаменты на грунтах любой сложности. На неровных участках и холмах. А также заборы и пирсы. Установка за один день. Улица Онежской, Флотилии 1. «Летбетхим» представляет. Недели супер скидок. Лак для волос ТАП 69,90. «Летбетхим». Солнце. Мире чистоты. «Сигма». Отличный цены. Масло растительное. Южное солнце. 1 литр 52,90. Рис «Каскар». Пропаренный 900 граммов. 28,90. «Сигма». Бережем ваше время и деньги. Кредит без переплаты на все. Только в «Калинке». Двухкамерный холодильник «Электролюкс» за 11700. Всего 1950 в месяц. И никаких переплат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В.П. Продолжение следует...